Вот посмотри, сегодня очередь на мост в Крым, то есть очередь из автомобилей побила рекорды, 13 километров она составляет, с начала года ничего подобного не было. Правда, не пишет, какое время приходится стоять, но пишет, что туда воду уже подвозят водителям, потому что по жаре это понятно, как стоять. Скажи, пожалуйста, а чем ты можешь объяснить логику людей, которые едут в Крым, даже зная, что это зона военных действий возможная, и что эти военные действия, о чем Украина не раз говорила, могут обостриться? Ну, наш человек, в принципе, неутомим, и русская рулетка, любимая игра, все-таки по-прежнему остается. Крым остается любимым, место отдыха россиян, как говорится, в туристических буклетах. Это необъяснимо, конечно. Необъяснимо с точки зрения здравой логики, поскольку, ну, мало того, что военные действия рядом, рядом просто фронт, мало того, что есть проблемы с водой, но еще есть проблемы с инфекцией, потому что помимо просто нехватки воды, та вода, которая есть, она все-таки имеет отношение к Каховскому водохранилищу, и с нею опасно. Более того, ну, я не очень себе представляю, как люди берут детей и окунают их в Черное море. Мы же понимаем, что все эти потоки и трупы животных, и все, что вымывало из скотомогильников, все это, в конце концов, пришло в Черное море. Очень опасное предприятие «Оддых в Крыму». Я не знаю, может быть, в горах Крыма имеется в виду, но и то, в общем, мыться-то надо. Понятно, понял. То есть ты бы никогда бы ни за что бы ни с кем, как пела в свое время, кто там пела? Пела группа «Ночные снайперы». В любом случае, в любом случае, если я ответственный российский гражданин, который очень сильно поддерживает Путина, Крым, войну, все на свете, я бы не поехала бы в Крым, чтобы не оказывать давление собственным присутствием на и без того хрупкую инфраструктуру. Например, так. А здесь люди показывают, что им вообще пофиг. Им вообще пофиг. На себя, на других людей, на инфраструктуру, на воду, на Каховское водохранилище и на очередное предупреждение о возможном взрыве Запорожской АЭС. Пофиг. Люди будут отдыхать в эпицентре ядерного взрыва. Таким образом, ты подвела к простой идее, что Крым – это есть некая географическая метафора Путина. Обрати внимание, когда Пригожин повел войска на Москву, никакой народной поддержки Путина не было. Было махание рукой – нам пофиг. А еще нужно выйти к Пригожинским танкам и сделать селфи на их фоне. Так получается? Ну, есть. Знаешь, все-таки у людей, большинства людей, память как у золотой рыбки. И мы можем все-таки забыть, кто с кем делал селфи, как это все развивалось. Есть же у нас очень хорошая память на запахе. Вот с этим вот по-любому картинка встает в голове, эмоции встают в голове. Даже если мы не помним, при каких обстоятельствах мы услышали этот запах, мы вспомним свои эмоции. От Путина исходил запах страха. И вот этот запах страха, несмотря на то, что сейчас Володин, меня поразила его вчерашняя цитата, просто я вообще люблю володинские цитаты. Какая именно? Ну, конечно, вообще незабываемая, великая «Нет Путина, нет России». И все-таки вчерашняя тоже неплоха. Мне кажется, можно тоже сделать татушечку, что если бы Путин был в 1917 году, революции бы не было. Прекрасно. Прекрасно. Он не уточнил, по чью сторону баррикад, если бы Путин был в 1917 году. Окей. Прекрасно. 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 Прекрасно.